Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Техеном. Это шестая часть. Десятое место. Одежда Техена дома у Чангука. Техен одет в бежевую панаму, белую футболку и фиолетовые брюки. Чангук одет в черный верх и низ. Музыка. 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 Девятое место. Посуда в доме Чангука, которая вызывает много вопросов. ВГ Касса – итальянский столовый сервиз. Кружка идет вместе с этим сервизом, который был на столе у Техена. ВГ Касса – итальянский столовый сервиз. Для Чангука и Техена. Это символ табуков. Они используют его с 2014 года. И pénз toca. И… Субтитры сделал DimaTorzok Седьмое место. Забота в мелочах. Когда Техен лежал на полу, то Ченгук подошел к нему и сказал, что ты делаешь. Техен ответил, отдыхаю, расслабляюсь, а потом Ченгук пошел и поправил занавеску, чтобы прикрыть Техена от солнечного света. Ченгук заботится даже о таких мелочах. ЧенгукFE Субтитры сделал DimaTorzok ЧенгукО 6 место. Лапша. Тэхён в инстаграме сторис кушал рамен, ограниченную версию от Саджин, которую ему подарили, и прикол в том, что на заднем плане у Чангука тоже этот рамен на холодильнике. Может быть, они вместе кушали. Корейская лапша с мексиканским уклоном. Самянг Фудс выпускает ограниченную серию «Балдак Сиуэн» в ознаменовании их участия в качестве главного спонсора «Джинис Кичин». Его можно приобрести в официальном торговом центре Самянг Фуд, а также в онлайн и офлайн каналах. Кроме того, будет проведено мероприятие под названием «Пряная мексиканская курица», на котором фанаты смогут представить новые идеи продуктов на тему «Балдак Мексика» и получить различные призы. 5 место. Чангук почувствовал руку Техёна на своей шее и закрыл глаза от удовольствия. 4 место. Техён был в доме Ченгука. Я сразу скажу, что этот момент находится под очень большим вопросом. Я ничего не скажу с уверенностью. Чангук отвечает на комментарии Техёна в чате и в то же время отводит взгляд, как будто Техён находится рядом с ним. Третье место. Мюзикл. Техён и Чангук пошли смотреть мюзикл «Бэйтован Сикрет» Майкла Кунца и Сильвестра Лёвые с участием певца и автора песен Пак Хёшина. Хёшин – один из близких друзей Техёна, который вместе ведут радиошоу «Звёздная ночь», и Чангук ранее делал кавер на его песню. На тот мюзикл, который сходили Чангук и Техён, не имеет отношения к сосенству. Это общественное место. Как тогда Чангук был на концерте «Ю» или когда ребята были на концерте «Гарри» и другие посещения? Второе место. Боулинг. Фанатка поделилась. Я не знаю, если можно делиться в фото, друг отправил мне фото. Вчера Чангук и Техён посетили боулинг. Один был в бежевой панаме, белой футболке и эти фиолетовые брюки, а верх и низ чёрный у другого. Было много людей, поэтому, возможно, выложат фото. Они вчера вместе играли в боулинг. Друг фанатки сделал фотографии и отправил их ей, потому что знал, что ей нравится BTS, но фанатка не будет публиковать. Они поужинали после этого. Друг фанатки сказал, что многие люди, должно быть, видели их, потому что это были выходные. Они действительно больше не заботятся. Теперь они гуляют и наслаждаются, ни о чём не заботився. Я обожаю эту эру. Особая реакция корейцев на свидание Чангука и Техёна. Корейцы говорят друг другу привыкнуть к тому, что Чангук и Техён тусуются на публике, потому что они проводят так много времени вместе. Например, представьте, что вы идёте в боулинг или в кино, или даже обедаете, и натыкаетесь на Чангука и Техёна просто так. Они заботятся о их конфиденциальности и поэтому не фоткают их. Когда они пошли в боулинг, их не беспокоили. Даже об сделала фото издалека, чтобы отправить подруге, а фанатка ими не поделилась и не упомянула место. Никакой работы, никаких камер, никаких планов. Просто Техён и Чангук всегда вместе, потому что они так хотят. Первое место. Вы не можете говорить, что Чангук не является участником Лугас Куот. Первый раз заметили Чангука на вечеринке Хасока в июле с друзьями Техёна. Второй раз Чангук и Техён пошли в боулинг с Ушиком и его братом. Третий раз на горнолыжном курорте. Четвёртый раз Техён сказал, что играет с друзьями, и Чангук тоже тут. Пятый раз на мюзикле. И ещё Ушик был подписан только на Чангука и Техёна ещё в декабре 2021 года. Шестой раз боулинг. А неизвестно, сколько ещё было. Чангук ещё в 2019 году упоминал фильм Саджуна и имитировал сценку из его дарамы. В 2020 году говорил, что друзья Техёна как феи. Редко появляются, но они есть. И значит, Чангук с ним лично знаком. А теперь это подтверждено. Каждый раз упоминает Хворан. Хотя вышел он ещё в 2016 году, а Чангук в прошлом году наряжал такты Фёна в игре и напевал песню из Хворана в 2020 году. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения. Субтитры подогнал «Симон»